Друзья, всем привет, добрый день. Хотел поделиться впечатлениями от встречи с президентом и своей фракцией. Я познакомился наконец-то с теми 254 людьми, которые будут составлять фракцию партии «Слуга народа» в парламенте. Это люди, которых я не знаю, 90% наверное не знаю, 10% только из этих людей раны так или иначе мне знакомы лично. Многих я видел по телевизору, как они наверное меня тоже или в ютюбе. Многих видел на страницах фейсбука, но никого не знаю из них лично. Пришел, познакомился, пообщался, получил даже удовольствие определенное, потому что нет ощущения гнилостности в людях. Хотя президент придя на встречу, я не буду посвящать вас во все аспекты этой встречи с президентом, но придя на встречу, он сказал, что каждый, кто будет подвергнется, вернее искушение и будет воровать, будет отправлен в тюрьму и не дрогнет рука ни в зависимости, ни от чинов, статусов и связей и близости к президенту или его команде. Это все будет очень жестко контролироваться. Был глава СБУ, принес такую папочку пустую, сказал, что вот в этой папке будут материалы про любого коррупционера. И если депутаты партии, фракции, слуги народа будут замешаны в каких-то схемах, они будут все лишены мандата и все будут сидеть. Ну, я проникся, правда проникся, потому что прозвучало абсолютно это искренне. Абсолютно искренне люди, которые сидели в зале, на это отреагировали. И мне это понравилось. Знаете, вот пока на сегодня, конечно, есть ощущение, что не все готовы просто к парламентской деятельности, потому что, знаете, вот есть некое головокружение от успехов у моих коллег. Они попали во власть, они стали из блогеров, из людей, которые никогда не были на публике, никогда не участвовали в телешоу, никогда не участвовали в публичных обсуждениях вдруг депутатами. И это сказывается, знаете, на том, что они говорят и как они себя ведут. Вот вчера, например, пошел на право на Владу вечером, там был Давид Рахамия, это пятый номер, по-моему, четвертый номер в списке партии «Слуга народа», списочник. И там пошла речь про рынок земли, реформу земли, и он, значит, взял слово и давай рассказывать про землю. Я вот сижу на него, смотрю, думаю, ну вот где ты, где рынок земли? Где ты и где понимание, что такое земельный кадастр? Чувак, который был волонтером, создавал какую-то волонтерскую группу, начинает рассуждать о рынке земли. И мне даже пришлось взять слово и его осадить. Ну, сказать, что он просто врет людям, говоря о вещах, которых он не понимает. И вот такого рода ситуации, я думаю, будут возникать довольно часто, и нам уже сейчас очень важно, почему, собственно, этот блок и записываю, чтобы люди, которые стали политиками, в том числе и в моей партии, в моей фракции, прекрасно понимали, что к ним сейчас приковано внимание миллионов, и они должны заниматься тем, чем они умеют заниматься, в чем они специалисты. Думать о том, что вот если ты такой умный, красивый, тебя поставили в десятку в список, и ты выходишь и начинаешь чесать о том, что ты не понимаешь, такого делать не надо, потому что дурость каждого сразу же видна. Просто, знаете, вот ощущение того, что это будет повторяться, меня немного беспокоит. Но уверен, что при этом люди быстро научатся, люди быстро определятся, где их сферы влияния или коммуникации, или компетенции, где чужие, где они сильны, им стоит открывать рот, где точно не стоит. И думаю, что за пару месяцев мы станем вполне сплоченные, хорошие, разумные фракции. Еще раз повторюсь, очень сильно проникся словами президента о том, что сидеть будет каждый, кто будет пойман на попытках коррупции или использовании депутатского мандата для личного обогащения. И, знаете, вот у меня вчера, когда я выходил из администрации президента, было четкое ощущение, что люди это услышали, восприняли и будут делать то, ради чего пришлю в парламент. Работать на благо страны. Подписывайтесь, комментируйте и помните, нет никакого кризиса, они просто пиздят наши с вами деньги. А я буду за этим следить, чтобы этого не происходило. В том числе, знаете, президент с трибун, а я из зал. Пока.